Митя пристально смотрел на Алену. Ей казалось, сейчас он наконец-то поздравит жену. Заметьте, какая она красивая. Утром сделала новую прическу, полдня провела в салоне. Эпиляция, солярий, чистка лица. К третьей годовщине свадьбы она подготовилась основательно. Муж пришел с работы, помыл руки и сел за красиво накрытый стол. Поднял глаза, задумался и сделал недовольное лицо. — Фу, Ален, у тебя борода. Сделай что-нибудь с ней. Внутри что-то оборвалось. И стало так жаль себя, что она растерялась и схватилась за подбородок. — Какая еще борода? — Не знаю, волосы торчат. Убери, прошу. Иначе потом не обижайся. — На что не обижаться? — Мне противно, волосатая женщина. Что тут непонятного? Это было последней каплей. Какая бы ни была привязанность к мужу, такое больше нельзя было спускать ему с рук. Алена вскочила с дивана, нашла чемодан и с дорожащими коленками начала кидать туда свои вещи. Когда они познакомились, Митя был влюблен в нее, добивался несколько месяцев. И уже когда начали встречаться, мягко намекнул, что любит гладкую женскую кожу, как яблочко. В тот момент этот намек не показался ей странным или грубым, но на заметку был взят. Чего не сделаешь ради гармонии в браке? Первый год супружеской жизни Митя несколько раз отменял близость из-за пушистости супруги, плохо скрываем отвращением, отворачивался и с обидой укрывался с головой. Не прижимайся ко мне, колешься как мужик. Алена летела с работы как на крыльях, приготовить ужин, тщательно привести себя в порядок, чтобы вечером муж обнял ее, поцеловал и ласково спросил бы о том, как прошел день. Первый год так и происходило. Со временем он стал как будто бы специально искать, что не так в жене. У тебя что, прыщивались прямо на лбу? Замажь, некрасиво, аппетит пропал. Не выспалась, что ли? Мешки под глазами, хоть картошку складывай. Не оставляй свои ношенные вещи в ванной, кидай сразу в стирку, вонь стоит. Эти фразы выбивали почву из-под ног, портили настроение и оставляли неприятный осадок, который медленно проходил только ночью, под боком у мужа, который, как ни в чем не бывало, обнимал жену. Со временем этот осадок оставлял раны в душе, они перестали затягиваться и превращались в вечно углубляющиеся, кровоточащие ссадины. Теперь вечера она ждала со страхом. Более усердно готовила вкусный ужин, до скрипа мылась перед приходом мужа, изучала каждый уголок своего тела, чтобы, не дай бог, ничего не упустить. Каждое прикосновение мужа встречала, вздрагивая, пытаясь понять, о чем он думает. Окончательно возненавидела себя Алена после случая на турбазе, где они провели несколько дней. Собирая вещи, она случайно положила в сумку мужу свое ношенное бельишко, вернулась домой. Он решил достать зарядник для телефона и наткнулся на скомканные трусишки жены. Митина гримаса отвращения и годливости заставила Алену подскочить к сумке и быстро вытащить свои вещи, зажав их в кулачке. — Ты издеваешься? Меня тошнит от тебя. Еще бы навозно валила ко мне в сумку. Теперь придется все вещи стирать. — Дура! Ну сколько раз тебе повторят, что мне это неприятно? — Прости, я случайно, в спешке. С этого момента она стала испытывать отвращение к своему телу, чувствовать неприятный запах от себя, находить уродство там, где раньше себя считала вполне милной и перелестной. Короткие юбочки сменили широкие брюки, маечки и кокетливые платья теперь выбирались все реже и реже. Предпочтение отдавалось серым балахонам. Разговор с мамой по душам не получился. Только заикнулась, что очень несчастно, что и плохо, как мать замахала руками. — О разводе даже и не думай. Ты думаешь, другие лучше? Этот не бьет тебя, кормит, поет. Домой вовремя возвращается. С друзьями не шарится, где попало. Роди ему ребенка, это вас сблизит. — Ну а то, что требуется к твоему внешнему виду, так это только к лучшему. В тонусе тебя держит. Не дает запускать себя. — Мам, он говорит, что от меня плохо пахнет. — Значит, мойся почаще. Алена знала с детства. Главное для женщины – это удачно выйти замуж и сохранить брак, несмотря ни на что. Так учила мама с пеленок. — Запомни, если на десять недостатков у мужа будет хоть одно достоинство, значит, держись за него, иначе уведут, пока будешь строить из себя принцессу. Девочка слушалась открытым ртом, уже в юности поражаясь суровым реалием жизни. — А если он будет бить меня? — А ты не доводи человека. — Вон, Галька со второго этажа целый день пилит мужика. То сделай, это подай, то одно не так, то другое не эдак. Вот Ванька и дает пинка бестолковой, когда она взбесит. Но он же вроде пьяный, приходит иногда, получку пропивает. Ванька на тяжелой работе работает, устает. Пока она в бумажках ковыряется, он у печи стоит. Вот и пропускает пару рюмок с усталости. Встретив Митю, Алена не планировала за него выходить замуж. Думала, повстречаются немного, все равно очереди женихов нет. Да и не нравился он особо. Ухаживал слишком настойчиво. Вот она и сдалась. Мама, как прознала про дочкиного кавалера, уговорила познакомить их. — Мам, я его, конечно, приглашу, если так хочешь. Но у меня пока сомнения. Я его не люблю, просто присматриваюсь. Ты не допрашивай в Митьку. Знакомлю просто для того, чтобы ты знала, с кем я сейчас гуляю. — Да, да, дочка, конечно. Это ваше дело. А так мне будет спокойно отпускать тебя по вечерам. Просто посмотрю. Встреча пошла не совсем так, как катилась Алене. Мама, чуть ли не сходу, пока он разувался, спросила у парня, какие у него намерения. — Ну, я влюблен в вашу дочь, настроен серьезно. — Вы уже три месяца гуляете, встречаетесь. Несколько раз, я знаю, она ночевала у тебя. Какие планы дальше? — Ну, мы пока не думали об этом. — Так нельзя. Поматросишь и бросишь. А ей потом куда? Кому нужна будет после того, как наиграешься с ней? Алена сгорала от стыда, от этого унизительного разговора. Хотела прекратить представление. Но мама так решительно наступала, так грозно смотрела, и у нее просто не хватило смелости. В тот момент, когда она услышала из уст матери узаконить свои отношения, она очень надеялась, что Митя откажется, испугается. Но он, к ужасу Алены, кивал головой под напором взрослой женщины. Когда проводили парня, мама ходила с гордо поднятой головой. Подмигивала дочерь. — Скажи спасибо, что судьбу твоя устроила. Их нужно только так, пока горяченькие брать. Работа у него хорошая, не пьет, шустрый. То, что тебе нужно, с твоим безвольным характером. — Я не хотела так, мам. — Неблагодарная ты. Прошло ровно три года, и теперь она наконец-то собиралась уйти от своего мучителя. С одной стороны, она испытала невероятную легкость, когда решила начать новую жизнь. По-своему, но все же очень ждала, что муж одумается, поймет, как был неправ, будет просить ее остаться. Она, конечно же, сразу заплачет, простит его, и они счастливо же заживут в своей уютной квартирке. Но Митя, глядя на то, как она сваливает в кучу своей вещи, ухмылялся. — Что это за концерты? Смотри, если переступишь порог моего дома, назад можешь не проситься. Ты никому не нужна, слышишь? Даже мать тебя не пустит. Сейчас я ей позвоню, скажу, что ты дуркуешь. — Да уж, на извинения это мало похоже. Вроде из подъезда она поставила чемодан и задумалась, куда ей идти. Мама — это совсем крайний вариант. Остается только тетя из деревни. Надя была младшей сестрой у мамы, и славилась дурным характером. С мужем развелась, поклонников водит к себе не стыдясь, средь бела дня может быть слегка под шофе. Лет 40 уехала в деревню к очередному жениху. Тот оставил ей дом и уехал жить в город. Надя сильно не расстроилась. Нашла работу почтальона, посадила огород и весело жила в свое удовольствие, продолжая активно налаживать свою личную жизнь, никого не стесняясь. С мамой они разругались ввиду разных взглядов на жизнь, и Алена часто слышала ругательства в адрес тетушки. «Вот, не будешь слушаться меня, станешь как тетка твоя, прости господи. Позор на всю деревню». И вот Алене придется ехать к изгою и позору всей родни. До чего докатилась, но деваться некуда. Надя встретила племянницу как самого дорогого человека на свете. «Смотрите-ка, кто приехал? Девочка моя хорошая, сладкая моя. Похудела-то как?» «Тетя Надь, я к вам пожить хотела, а к мужу ушла». «Я так рада, что ты про меня вспомнила в такой момент. Заходи, моя красавица, теперь это твой дом». Алена, с непривычки слышать столько приятных слов в свой адрес, почувствовала такой прилив теплоты в душе, как будто кусок льда растаял, и она заплакала. «Ну что ты, дочка, иди сюда, я тебя обниму». В доме было очень уютно, по старинке. Цветные занавески с ярко-красными маками, белая клеенка на столе, выцветшая на сторонах, где часто сидели за столом, старый сервант с сервизом до подобных времен. И запах, такой прекрасный запах свежеиспеченного пирога, смешанный с банным дымком, воздухом, который был таким чистым и густым, что у Алены загружилась голова. Вечером тетка подошла к кровати племянницы, погладила по одеялу. «Ален, а ты чего раньше не ушла от него?» «Три года терпела». Девушка пристала на локтях, прислонилась к подушке. «Я всегда думала, что плохого мужа и человека видно издалека, но была уверена, что с дурным человеком я жить не стану. А оказалось, все не так просто. У нас же было и хорошее с ним, много хорошего. А еще он такой хитрый, сделает гадость, а потом ласквы слова говорит, типа в шутку. «Я ж тебя не бью». «Знаю, знаю, такой тип. Думаешь, все, конец. Ноги моей больше рядом с ним не будет. А он как змея обвивается, дурманит голову, дурочкой делает. Ты опять остаешься, надеешься, что больше обижать не будет. Я сейчас чувствую себя так, что словно из плена сбежала, разбитая и постаревшая. Ну все, теперь давай отдыхай, набирайся сил». Две недели девушка просто валилась с ног и засыпала, не думая ни о чем. Как она выглядит, что она не одета, какая у нее прическа. Это было таким облегчением. Утром закручивалась волосы в пучок, не глядя в зеркало, умывалась ледяной водой, завтракала с тетей и шла во двор помогать ей с огородом. Эта работа приносила ей такое удовольствие, такое расслабление. Теперь вечерами молодая и пожилая женщина хохотали так, что соседи невольно улыбались их шуткам. «Ален, ты в клуб сегодня пойдешь?» «Зачем?» «Как зачем? Танцы?» «Ну если кольцо нам не дашь без заплаток, то можно». «А калоши я сейчас начищу, всех женихов твоих уведу, нарядное пойду». «Ишь ты, без заплаток я и сама надену. Тебе вон гамаши свои дам, я их всего 10 лет носила. Дырок там не очень много. А женихов у меня полно, для тебя парочку отсыплю». Тетя Надя повязывала платок на талию и пыталась крутиться прямо на грядке. «Тетя Надь, ну куда прямо на морковь? Вчера таким трудом прополола ее. Не пущу на танцы». «А я сбегу». «Тетя, ты ведешь себя как девочка». «Ну я и есть девочка, только немного скукоженная». «Слушай, Ален, иди-ка в магазин сбегай. У нас ни печенья, ни конфет нет». «И сахар закончился. Только бегом иди, закроются уже». Алена в чем была? Ален, и капельки стекали по волосам и спине. Было так необычно, так хорошо на душе, что когда около нее остановился уазик цвета хаки, она вздрогнула. «Девушка, прыгайте скорее». Алена полезла в машину, не желая обидеть доброго человека. «Я вам сейчас тут все намочу». «Эх, поздно я поехал, промокливый с головы до ног. Сейчас печку включу, сушитесь немного». «Да мне тут недалеко, я уж на автомате залезла». Алена взглянула на водителя. «Приятный мужчина, лет на десять старше нее. В форме, то ли военной, то ли еще какой структуры. Улыбается и смотрит на нее, так, словно она сбежала с бала. Она смутилась и прижала к себе мокрую сумку с продуктами. «Наверное, думает, что за дура такая?» «Все сиденье мокрое теперь». «Ничего страшного, я симпатичных девочек не каждый день вожу». «Спасибо вам огромное». Дома, еще во дворе, Алена взглянула на себя в отражении зеркала уличного мумуальника. «Да уж, красота несусветная. Издевается еще». В зеркало на нее смотрела кикимора с прилипшими к лицу волосами. На нос, не весть откуда, прилипла семечка одуванчика, а старая огородная одежда добавляла шейку. На следующий день тетя Надя вернулась с работы и уселась на диван, хитро глядя на племянницу. «Тетя Надя, ты чего?» «Сбежать от меня решила, да?» «Да куда я тебя сбегу? Ни работы, ни дома. Даже мамка, вон, разобиделась, трубку не берет». «А кто Антошку, нашего инспектора по пожарной безопасности, с ума свел?» «Ходит по селу, спрашивает, где такая раскрасавица поживает». «Я случайно услышала, как он в магазине гутарил с другом, мол, подвез такую королевишну, а не спросил ни имени, ни адресу». «Ладно, я еще решила лаврушки купить к пельменям». Алена покраснела и села рядом. «Серьезно, что ли? Он вчера меня подвез немного, от дождя спасал. Я такая страшная была». Тетка засмеялась и потрепала волосы Алены. «Ну, наверное, ему страшные нравятся. Подъедет сегодня к воротам, вечером, к восьми. Я ему сказала, если в течение получаса не выйдет красота наша, значит, ты ей не понравился, можешь уезжать». «Тетя Надь, а время-то уж пол восьмого. Я не успею привести себя в порядок. Ни голову помыть, ни накраситься. А ты в полном порядке. Надевай мое платье голубое и вперед. Ничего не бойся, девочка моя. Если ему твоя голова не понравится, это его проблемы. Но я боюсь, что опять что-то не так со мной будет». «Из-за одного неудачного опыта ты будешь всю жизнь сидеть в коконе и жалеть себя? В конце концов, если что-то не так пойдет, идем картошку мотыжить. Там работы, конь не валялся». Алена улыбнулась и натянула на себя платье. «Ну ты скажешь тоже. Не хочу на картошку». Ровно в 8.25 Алена вышла на свидание. Через неделю вечерних прогулок, после очередного променада, Алена выпорхнула из уазика и в прекрасном настроении поскакала домой. Около ворот поняла, что забыла свою кофту в машине. Оглянулась назад. Он все еще стоял вдоль дороги, не уезжал. Алена потихоньку подкралась, заглянула в окно и ужаснулась. Антон прижимал ее старую кофту груди и вдыхал запах. Митя через два месяца затасковал. Так не хватало Алены, ее слов, теплого взгляда. Обычно, приходя с работы, он словно растворялся. Забывал о всех своих проблемах, когда она с улыбкой встречала его. Спрашивала о самочувствии, настроении. Заваривала ему чай, набирала ванну с пеной. Сейчас, казалось, он так одинок, покинут всеми. Он решил вернуть жену. Деревня хорошо пахла свежкостышной травой, мычала корова. Было спокойно, безмятежно. Митя ехал на своей намарке и искал дом, где жила его жена. Тетка встретила его с улыбкой. «А ее уже тут нет, голубчик!» «Как нет?» «А вот так! Езжай домой, Дмитрий! С другим она! И, наконец-то, счастлива! Ты опоздал, сынок!» «Это она от безвыходности спуталась с колхозником! Это все вы ей напели! Вот помяните мое слово, что прибежит еще, взводит от этой грязи!» Руки дрожали и еле удерживали руль. Он колесил по всем улицам, в надежде увидеть жену. Девушки с лохматым пучком на голове, всю в цементе и в грязных калошах, в старой куртке. Он не сразу признал ее. В руках Алены были какие-то рулоны, то ли утеплитель, то ли еще что. А рядом мужчина. Обнимал ее за плечи, и они смеялись. Алена была очень счастлива и красива. Они строили новый, свой дом. Митя развернулся и уехал. Тетка оказалась права. Он опоздал. Он опоздал.